Музыка Главное результат. Результат, мне кажется, будет шикарный. Потому что, собственно, я там была. И это уже достаточно, понимаешь? Волосы у меня какие-то все лохматые были. Ладно, я надеюсь, что там можно будет обрезать и просто меня с Алиной вместе выложить. Морально заебал. Просто уже устала очень сильно под конец проекта. И понимаю, что дали в команду девочек, которые... Не умеют. Ничего не умеют. Настя, ну в чем дело? Елки-палки. Блин, вы мне съемку срываете. Ну в какой раз уже? Что ты опаздываешь-то? Ну, ходите, я вообще уйду. Я могу не сниматься. Ну, хочешь, уходи. Ну, хорошо. Окей, я уйду. Ну, давай, давай, давай. Алло, Галя, ты сейчас умрешь. Мы с Якиным едем в Гагры. Все, всем пока. Ну, вы, что делать, папа? Модель, да? Седьмой сезон реалити-шоу «Я топ-модель» подходит к концу. Впереди у участниц последние фотосессии и подготовка к финальному показу шоу. Страсти накаляются, ведь по правилам проекта девушки не будут знать свое место в рейтинге шоу до объявления имени победительницы в финале. Сейчас для каждой из них самое время показать настрой на победу. Первая из заключительных фотосессий сезона – съемка для студии коррекции фигуры «Новая». Построй свое тело вместе с «Новая». В студии коррекции фигуры вам подберут программу в любой технике – оздоровление, уменьшение объемов тела или построение спортивной формы фигуры. В студии представлены инновационные методы, специально разработанные, чтобы помочь вам достичь идеальной формы тела. Студия коррекции фигуры «Новая» заботится о вашей красоте и уверенности. Под конец проекта девочки, кажется, совсем расслабились и опоздали на съемку практически все. Мало того, половина участниц просто на нее не явились. Что ж, посмотрим, скажется ли это на финальном жюри. «Настя, ну в чем дело, елки-палки? Вы мне съемку срываете? Ну в какой раз уже? Ну что ты опаздываешь-то? Время сколько? 12 часов съемка началась? Без 20 дней. «Я понимаю, там пробка очень большая, плюс машина не была. Ну пробка, я же как-то доехала. Я знаю, я извиняюсь, я очень быстро, я сейчас быстро. Я быстро все, я буду готова, я все, я уже морально влечу. Все, не дергайся». Съемка оказалась под угрозой срыва. Одна из участниц, Полина Первых, чуть не покинула студию, не выдержав натиска продюсера проекта. «Всем доброе утро! Полин, блин, ну в чем проблема? Ну почему вы все опаздываете сегодня? Ну, блин, время, время, между прочим, 10 минут второго. 12 часов съемка началась». «Ну, я просто не успела, я еле как, честно, торопилась». «В смысле просто, Полин?» «Ну, вон, девочки еще не отфоткались, как бы, я думала, что это не сильно критично, что, ну, начальник опоздал». «Полин, съемка начинается в 12, все были предупреждены, я ждала тебя в 12 часов. Ну не первый раз уже, Полин, ну в чем дело?» «Ну, уходите, я вообще уйду». «Я могу не сниматься». «Ну, хочешь уходи?» «Ну, хорошо, окей, я уйду тогда. «Ну, давай, 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 давай!» А Анастасия Гусева, не теряя времени, переоделась для съемки и даже намылилась в Гагры. «Алло, Галя, ты сейчас умрешь. Мы с Якиным едем в Гагры». Пока Настя собиралась в Гагры, Полина все же остыла и вернулась на съемочную площадку. «Следующий. Кто там? Сильняшка?» «Я!» «Все можно!» Однако спокойствие Полины длилось недолго, заметив, что Настю положили в так называемый скафандр и та вместо работы на камеру просто лежит и наслаждается процессом, Полина не упустила возможность высказать свое отношение к происходящему. «Несмотря на то, что мы уже сейчас с Ксюшей смешно смотримся, мы тоже хочется вот так вот полежать, потому что, ну, блин, Настя, вот ее отфотографировали, и все в восторге ее результатом, и она просто лежит. А мы вот сейчас, ну, по голову должны вот, ну, извините, вот так и ходить. И вообще не хотела так. «Почему нам нельзя?» «Что?» «Чем она лучше?» «Потому что она отработала уже и лежит, отдыхает?» «Нам сказали, что нам нельзя, что мы не подходим, да. «Немножко, что мы не подходим, а мы бы тоже так хотели полежать». «Вы что, ну, что вы говорите, что Настя не будоватая?» «Я все, Настя, ну, Настя не будоватая». «Не все могут быть космонавтами, поэтому давайте, давайте, найдите себе какое-нибудь занятие другое, а я к ним сейчас не отдыхать». И, видимо, рассчитывая на столь же приятную релаксирующую процедуру, Полина с готовностью легла на кушетку. И тут то ли справедливость восторжествовала, то ли карма настигла. Но Полину ждал малоприятный сюрприз. «Все, Полина после этого поедет жить на Манхэттене. С Демиумур делитесь и приятные». «О-о-о-о!» «О-о-о!» «Блин, это слуха нет». «Я так быстро вообще не качаюсь». «Зачем я за это не знаю?» «Объясните мне!» «Объясните мне!» «Это уже создали люди такое, когда я проспала. Можно больше и не ходить сам. Офигеть, прям реально как присело с 10 килограммами». Аделина, услышав вопли Полины, явно испугалась и замерла в ожидании. «Я видела, что есть какие-то аппараты, которые бьют током. Как будто немного опасно». Но все оказалось не так страшно, как выглядело на первый взгляд. И пока девочки обсуждали постановку показа с продюсером, Полина была далека от житейских проблем. «Ой, не кристально, пофиг!» «Один свой, два данных, да?» А после съемки, видимо, расслабившись после замечания, Что они худоваты для некоторых процедур, Девочки и вовсе распоясались и начали поедать конфеты, Позабыв, что впереди еще одна фотосессия и финальный показ. «Ой, что делать, пацаны? Что такое?» «Модель, да?» «Ну, пожалуйста». Последняя фотосессия проекта проходила для генерального партнера шоу Группы компании «Аскар» – официального дилера «Хавейл» в Калининграде. На этот раз участницам предстояло работать группами по три человека на фоне одного автомобиля. Каждая группа из трех девушек должны презентовать по одной стильной фотографии. Стиль предстояло выбрать самостоятельно, общий для группы. Задача для участниц состояла не в том, чтобы продать авто, а стильно выглядеть на его фоне. У каждой тройки должны получиться фотографии, где девочки по очереди позируют на переднем плане. Смогут ли они на финишной прямой работать в команде, будучи конкурентками в проекте? Или все-таки постараются всеми способами затмить соперниц? Пришло самое время познакомиться с тройками. Первая тройка. Ксения, Настя и Аделина. Продолжение следует... Вторая тройка. Алина, Анна Каубрене и Анна Черкова. Ни для кого не секрет, что эти участницы изначально не взлюбили друг друга. Не помешает ли взрывной характер Алины, откровенные насмешки Анны Каубрене и непробиваемое спокойствие Анны Черковой сработаться этой тройке и не провалить фотосессию? Аня, конечно. Мне кажется, она на нашем фоне всегда где-то так в сторонке стояла. И поэтому, мне кажется, у нас могут не получиться фотографии именно из-за того, что она просто в сторонке стояла, толком не позировала. И все как-то не очень. И волосы у нее какие-то все лохматые были. Ладно, я надеюсь, что там можно будет обрезать и просто меня с Алиной вместе выложить. Но ничто так не объединяет женщин, как дружба против кого-то. Сегодня Алину и Аню объединило недовольство Анны Черковой. Морально... Просто уже устала очень сильно по конец проекта. И понимаю, что дали в команду девочек, которые... Не умеют. Ничего не умеют. И приходится работать с такой командой. И ничего с этим делать не могу. Потому что приходится вплоть до того, куда смотреть, вплоть до того, куда руку поставить. По поводу образа вообще молчу. Как это было? Это типа девочки... Камон, вы где? Вы где, девочки? Девочки где-то. Девочки не со мной. У нас съемки два дня осталось. Алина херачит по магазинам, ищет образы, договаривается, соответственно. Все принесла. Вот чемодан стоит. Все в чемодане притащила. Со Светлогорска приехала с этими всеми вещами, чтобы, соответственно, кому-то что-то дать. В ответ никакой благодарности. Ничего. То есть, как бы, по факту... С этим всем. Устала я до ужаса просто. Просто все не так, все не то. Нога не та. Кто-то меня пинает, кто-то легает. Что вообще такое, я не понимаю. В воздухе царила напряженная атмосфера. И последняя тройка. Катя, Полина и Ольга. Есть ли шанс у этих леди в черном оставить позади ярких и блестящих конкуренток? Последние фотосъемки сезона позади. Теперь девушки будут активно готовиться к финальному дефиле. Совсем скоро мы узнаем, кто же из девяти участниц заберет звание топ-модели. Каждая из них достойна первого места. Но контракт с Модус Вивендис только один. Сегодня совет жюри оценивал фотосессию наших участниц для студии массажа и коррекции фигуры «Новая» и официального дилера «Хавэю Калининград». Уважаемые члены жюри, прошу голосовать. Субтитры подогнал «Симон»! Мы сейчас про новую говорим, да? Да, можно поговорим. Давайте поговорим. Вообще для меня такое… До этого была она съемка тоже голушом. Я считаю, что это голушом на нижнее белье. Для меня это равно вот так, в голове. Для меня это всегда стресс. Но второй раз, когда уже мы оделись, в принципе, было ничего. Очень комфортно, очень классные специалисты там работают. Мы пришли, расслабились, тепло, красиво. Поэтому я считаю, что, скорее всего, с нами еще работал другой фотограф. Он вообще все четко. Мы привыкли так, нас кидают обычно и говорят так. Вы делаете, что хотите, а вас уже как бы подснимают. Тут была такая немножко задача наоборот. Нам четко давали задание. Так, я хочу вот так. И, наверное, где-то даже это было легче гораздо и спокойнее, что все должно пройти хорошо. С нашей задачей Анастасия однозначно справилась. Справилась на все сто процентов. Молодец девочка в себе, уверенная и послушная в том плане, что слушает фотограф, слушает камеру и слушает все пожелания. Ну, а я как, кстати, все-таки ложку этого дегтя плесну. Красивая девушка, то спору нет. Но, например, как модель ее для нашего салона я бы ее не взял. Потому что, ну, худая она сильная. Ну, понимаете, но сильно... Все-таки у нас салон коррекции фигуры. Понимаете, нам нужна девушка, у которой нужно корректировать фигуру. Я единственная, извините, говорю, кто подошел в ваш вот этот скафандр. Я единственная, я хотела... Единственная девочка, естественно. Все остальные были супер худые. Я хоть куда-то подошла, наконец-то. Я так думаю, господин, наконец-то моя полнота куда-то подошла. А то, оказывается, я худая. Остальных вообще говорить не буду. Поэтому, вот. И нам, пожалуйста, если модели в следующий раз будете к нам, мы будем работать, то нам попышнее что-нибудь такое, поплотнее. Нет, если я как внешне подхожу, я отъемся. А у меня булочки, пицца, все такое. Нет, я люблю поесть. Ну, если надо, то надо. Хочу поругать за то, что ты сейчас сказала, что нужно передать вот эту эмоцию релакса, что ты расслаблена, что ты доверяешь. И в какой-то момент, когда я отсматривала твои фотографии, на некоторых ты прям переборщила. То есть ты прям переиграла в эмоциях. Я сегодня принимаю эту двойку с благодарностью. Как на работе процесс? Как там вас еще не говорят заявления по собственному желанию, что это такое, брали психолога, а тут какая-то модель, топ-модель? Поделитесь. Они такие, ну, ты же говорил, у тебя учеба. Какое еще шоу? Вот, примерно так они говорят. Ну, да, были моменты, когда уже я чувствую, что они в напряжении. А где работаете? Я работаю в МВД. Правильно ли я понимаю, что ты пришла на проект с неким таким личным запросом, ростом, да, выйти из зоны комфорта, вот, серьезная структура, серьезная должность, ответственность там за людей, да, некая там их психологическая обстановка. И вот она, новая я, да, в нашем проекте, я себя пройду. Нам это было дико интересно в плане, получится ли нет, при том, что у тебя ответственная, большая загруженная работа, и как ты сможешь это все соединять. По моему мнению, не получилось. По моему мнению. Почему? Потому что вот это все бегом, по верхам, без углубления, да, то есть вот это вот получилось быть, вот так вот по верхам получилось. Но вот именно то, как ты хотела, да, историю проработать, хотя она, ну, наверное, есть какая-то, безусловно. Мне казалось, что ты прям пришла осознанно выделить для этого время, и чтобы действительно это было видно и камере, и телезрителям, и самое главное тебе, твое вот это перевоплощение, какой-то, ну, какой-то новой грань. Я этого не увидела, к сожалению. Скажи, пожалуйста, может быть, это я не вижу, потому что мы мало видимся с тобой. А как у тебя на самом деле с этим? У меня получилось. Вот. И трансформацию я ощутила, и раскрытие новой грани женственности тоже произошло. То есть я на себя примеряла разные образы, и я очень благодарна проекту за это, безусловно. Конечно, не получилось прям насладиться-насладиться, потому что всё в обеденный перерыв. Вот буквально сейчас я на 7-5 минут там куда-то там, и опять побежала обратно. Но вот такая моя жизнь. То есть у меня маленький ребёнок, по выходным я как на родительской вахте, да, в будни я и с ребёнком, и с работой. И для меня было очень важно хотя бы обеденный перерыв, но чтобы он был только мой, вот, который будет под проект, и в котором я буду находиться. Понятно, что идеально не получилось, но то, что вообще получилось, для меня это... Я до сих пор не могу поверить, что это вообще произошло. Ну и происходит до сих пор. Думала, тебя всё-таки это немного продавить не получилось. С Анной работать было, конечно, немножко тяжело в плане... Была зажатая Анна и в позировании, и в мимике. Ну и сейчас, когда вот уже послушав историю, я поняла причину этого, поэтому, в принципе, у меня претензий сейчас нету. Потому что, как бы понимая, что это не человек, связанный со сферой вот как раз красоты, с этой индустрией, человек совсем из другого мира вышедший, вот здесь бы я как раз пересмотрела... Ну, я пересмотрела для себя своё отношение к Анне. Вот, молодец. За смелость однозначно все 100 баллов. А мне понравилось, что Аня всё-таки пришла не как модель, а просто как человек, просто как женщина, которая пришла получить вот эту услугу, вот это просто какое-то наслаждение для себя лично. Вот, и, собственно, мне кажется, именно вот этот контакт у них с Марией получился. Просто Маша, может быть, немножко ожидала именно модель и отношения соответствующие, вот. И немножко вот это, может быть, здесь взаимопонимание как бы не случилось вот этого, вот. Но теоретически, ну или практически получилось именно то, как хорошо получилось, всё нормально. Тем более сейчас, вот видите, скорректировала мнение своё. Ну, так что всё хорошо. На самом деле, да, тоже попросили немножко поругать, но после того, как вы сказали, что вы в МВД работаете, я передумал. Да, да, я лучше останусь со своим мнением. Приветствую вас, и, да, наверное, с этой эмоцией-то и начнём. Почему мы так давно не виделись? Так получалось. Я просто работаю, и у меня не получалось приезжать к вам, чтобы с вами увидеться. Вот сейчас получилось. С Адалиной, если честно, было работать немножко сложно, потому что Ангелина закрытая девочка, раскрываться ей достаточно, как мне показалось, сложная, стеснительная в чём-то. Это может быть и плюс в какой-то другой сфере. В этой сфере, наверное, это больше минус. Так случается по жизни, что мы все такие вот как бы недоглаженные, да? Вот знаете, что каждого человека нужно в день сто раз гладить. Вот каждого сто раз. Вот каждого человека, ребёнка, взрослого, неважно, сто раз нужно. Ну, это имеется в виду раз, два, три, вот так вот имеется в виду сто раз. Понимаете? Ну, кто нас гладит сто раз в день? Никто. Поэтому массажист, конечно, он доглаживает. Вот, понимаете, это всё равно вот это внимание вы дополучаете. И это, ну, просто пока, наверное, молодость, может быть, это и не ощущается, а потом это, ну, всё равно обращайтесь. Массаж – это классно. Ну, для меня не очень комфортно даются фотосессии именно в белье, поэтому я на фотосессию надела такие шорты, вот, поэтому мне не очень комфортно было. То, что было некомфортно, это было заметно, и фотограф это заметил, и я заметила, конечно, да, но мы постарались всё-таки помочь Аделине раскрыться. Что-то надо было мы закрыть, закрыли, так что всё, фотосессия прошла, да. Это фигура у вас хорошая, есть чем гордиться. Фигура отличная, да. Да, ну, Полина, конечно, молодец, девочка хорошая. С ней работать было очень интересно, вот, очень хорошо она и в кадре. Все, если честно, вот, единственная девочка, у которой я из пяти фотографий выбирала одну какую-нибудь вот сюда. Все можно было принести, все фотографии классные, все, естественно, будут использоваться в работе. И в кадре, и в взаимодействии с предметом, и вот по всем параметрам, умничка, слушала фотографа просто вот, как первоклассница учителя своего. Молодец. Вопросов нет, нареканий нет. Ну, худая тоже, ну, вот, нам-то поплотнее надо девушек, да, а то, ну, что-то тут, видите, ну, предложить некуда. Представляете, вы можете сказать, что я такая худая благодаря вот как раз-таки вашим технологиям. А я с удовольствием это поддержу в своих соцсетях, поэтому имейте в виду, со мной выгодно сотрудничать. Абсолютно коммерческие снимки все. Ксения самая первая девочка, кто пришел на съемку, самая работящая, скажем так, работала. Больше всех фотографий, по-моему, как раз у нас получилось с Ксенией. Все образы, все, скажем так, все пожелания фотографа она выполняла просто на 100%, на ура, молодец. Трудолюбивая девочка. Один очень большой недостаток, очень большой недостаток, очень худая. Не пугается? Очень худенькая, хотелось бы много чего-то другого с ней снять, да, но просто физически невозможно. Ну, про тебя, я думаю, что ты там недовольничала на фотосессии. Здравствуйте. Нет, нет, такого не было. Прекрасная фотосессия, когда ты можешь расслабиться, поулбаться, и тебя еще помассажируют, прям шикарно. Сколько меньше фотографий из 100%? Какой процент возьмете? Вот именно с Ксенией мы возьмем, наверное, процентов 85 точно. Не скажу, что с эмоциями она там где-то переборщила. Мне все понравилось. До капитана команды был? Совместная работа у нас была. У нас не было капитана. То есть не было капитана, который говорил, нужно делать так, нужно делать так, нужно делать так? Ну, по позам как-то, как сказать, ну, мы все вместе, да, скорее всего, да, все вместе подбирали. А кто придумал вот такие образы? Как-то тоже совместное решение было. Эта отсылка была к ангелам Чарли. То есть отсылка ангела Чарли, люди в черном, какая-то такая история, где мы хотели отразить как раз-таки пафос, наши фигуры прекрасные, и какие-то позы, которые были бы такие, ну, плюс-минус симметричные. У вас еще получились очень классные групповые работы, вот. И я почему спросил, кто капитан, да, потому что, мне кажется, ну, вот всегда это успех капитана правильно расставить игроков для того, чтобы вся команда смотрелась, как бы, очень гармонично. Вы, да, вы показали стиль, вот. Вот это было самое главное, чтобы фотография была стильная. Вот, он здесь определенно есть, вот. Вот, и поэтому, вот, ну, для меня, как бы, ваша команда заняла первое место. Если рассматривать у вас всех в отдельности, видно, что Полина выдает более высокий результат. Кто был капитан команды и как она вообще сформировалась? Можете рассказать? Капитан команды нашей Анастасия. Здравствуйте. У нас, на самом деле, очень классная команда сформировалась. Когда я увидела список, что, ну, не знаю, по крайней мере, буду свои ощущения рассказывать. Когда увидела, что будет Ксения и Адалина, к Ксении мы как-то сблизились, да, мы в течение проекта всего очень тесно общаемся. И проблем, как таковых, я думала, что здесь точно не будет. Переживала только за Адалину. Но Адалина, оказывается, такая очень легкая, открытая. И все, что какие-то идеи там не предлагали, девчонки докручивали. То есть, мне кажется, у нас получилось все хорошо. Опять. Я себя оценила. Раньше времени. А почему именно такие образы? Ну, во-первых, мы подумали, вы сказали, что должно быть стильно. Да, мы подумали, хорошо, что сейчас очень модно. Очень модно сейчас, последние тренды идут, возвращение в 90-х. Но не хотелось сделать какие-то прям такие акценты, что прям что-то какое-то старенькое. Хотелось немножечко новое. Вообще была идея с шубами для начала. Но потом подумали, что, скорее всего, зоозащитники нас не поймут. И, возможно, вы тогда точно не возьмете эти кадры. Поэтому это должно было быть что-то такое стильное, яркое и явно выделяющееся. И поэтому именно это. Справились, считаетесь? Ну, по крайней мере, на наши съемки, мне кажется, мы собрали просто вот все внимание было на нас приковано. И бедные ребята, которые работали там, ремонтировали что-то у вас были, они просто стояли вот так завороженные. И мы уже, когда это увидели, заметили, мы уже стали, ну ладно, порадуем немножко мужское население. Образы были самые стильные из всех. Уж извините за скромность, но тут по-другому нельзя. По моей шкале ваша команда первое место не заняла. Сложность была в чем, да, что вы работали в тройке, да. То есть вам необходимо было как-то синхронизироваться в идеале для того, чтобы получить, допустим, первое место, чтобы группа могла победить кадр должен был, все модели должны как-то синхронно в нем выглядеть. Вот. И у команды Полины это получилось лучше. Я ничего даже говорить не буду. Я видела, как они работают, но я посчитала это скучно. Но это мое мнение. У вас другое. У вас задача, видимо, в голове была другая, но вы до этого задачи нам ставили абсолютно другие. То есть мы должны были стильно, красиво смотреться в кадре. Мы должны были ничего не продавать, но при этом быть командой. И да, возможно, там что-то, но тут хочется смотреть на каждую. Там хочется смотреть, я уже увидела кадр, там хочется смотреть. Я не буду сейчас говорить там что-то плохое, но, наверное, больше на машину. Настя права, потому что в наших образах можно рассматривать каждую деталь. У нас были перчатки, туфли яркие, а там девочки были просто в черной одежде, обтягивающей. Это, конечно, все очень сексуально, но не для продажи машины. Анастасия, недовольна результатом? Да, конечно. Я не буду скрывать, я недовольна. Я довольна фотографиями, я довольна девчонками, я довольна нашей подготовкой. Но то, что вы сказали, и что мы не попали, это сейчас модно, это сейчас стильно. И реально мы там были моделями, мы там яркие, мы не сливались, мы выделялись. То, что вы просили. И вы говорите, что мы были самые слабые. Анастасия тянула всю команду на себе, можно сказать. Потому что вся выразительность, о чем Соня и говорила, что именно исходит больше от Анастасии. Не от всей команды. Кто у вас в команде капитан был? Да, мы как-то все вместе работали. Там один подсказал, там другой подсказал. Как вы образ выбирали? Почему именно такой цвет? Ну, вообще, это подсказала Алина. Это была ее идея, ее предложение. Нам она понравилась, и мы согласились. То есть она капитан? В одежде, да. А на съемки? На съемки, ну, все вместе мы работали. То есть сначала много говорила Алина, как, что делать. Потом я в машине говорила, и также Аня тоже предлагала свои идеи. А как вы считаете, справились? Я думаю, да. На самом деле, неожиданно для меня, я вот уже всем членам жюри тоже сказал, что получилась такая фотосессия, где очень большое количество кадров, которые прям вот вообще классные. То есть можно и взять, и там, и пять, и десять, там, откадрировать, обработать, и дальше их всех использовать. Прям вот, ну, неожиданно, на самом деле, для себя. Вот. Но так как у вас еще, как бы, командная работа была, вот могу сказать, что вы не на первом месте. А какое? Ну, и не последнее. Ну, в любом случае, мы вложились в эту съемку максимум в себя. Я ездила в три города, чтобы найти образы, договориться с магазином, посотрудничала с ним, вот, мерила одежду, скидывала девочкам, мы согласовывали это все, вот. В итоге пришли к выводу, что мы хотим что-то такое яркое, новогоднее, чтобы это были пайетки, чтобы это было красиво, сочеталось с белым цветом машины, и чтобы в салоне, соответственно, мы не сливались с ним, вот. Поэтому я думаю, что мы как бы прям максимум передали это настроение, какое-то новогоднее, и подстроились под машину, как-то вот поймали в процессе этот вайп классный, и как бы с командой вместе смогли... По факту, ***, баллы. Ну, я бы вас назвал вообще в команде, ну, как локомотивом, наверное. Вот, как-то, то ли благодаря такому образу, если честно, я вас даже не узнал, когда вы приехали на съемку, вот, вы случайно тоже не в МВД работаете, у вас так перевоплощаться получается. Мне кажется, это навык, можно тоже использовать. Это вообще за всю историю проекта, это впервые такое со мной, что я даже немножко заволновался. Ну, я думаю, что это приятное волнение получилось. Мне получилось передать себе образ? Интересно получилось? Да, было очень здорово, было очень интересно. И вот втроем работать, да, мне было интересно, почему именно нас собрали, я думаю, может, по росту, может, как-то по типажу, еще как-то. Но мы достаточно хорошо сработались, все друг другу помогали, не было каких-то сортов, какого-то соперничества. Я не знаю, конечно, что было там за сценой, конечно. Дали в команду девочек, которые *** не умеют. Да, да, пока мы работали, было все очень здорово. Добавить еще хочу, Анна, надо работать немножко над расслабленностью, потому что некоторые позы, они кажутся напряженными. Вот, поэтому какие-то уроки можно брать там по пластике, как там правильно это называется, там Соня, может, порекомендует. Вот, потому что все задатки есть, но если хочется в этом дальше развиваться, нужно быть более такой, как бы, вот, не зажатой. Виталий, а по мне будет какая-то критика? Вы могли бы вытащить свою команду на более высокое место. Вот, все, что я услышал, да, я сразу понял, кто главный в команде, да, кто капитан. Поэтому вот в этом и была тоже сложность вот этого задания, да, что не самой по себе выступить, а выступить в тройке, и одно дело выделяться в этой тройке, а другое дело, чтобы вся команда показала высокий результат. Я с Виталием согласна, у вас на фотографиях не видно вот этой гармонии между вами. Вы каждая просто в отдельности смотритесь, не как именно группа девушек, у которых стоит определенная задача, а просто каждая сама по себе на этих кадрах. Да, там вы старались какие-то совместные позы, но вот этой гармонии и какой-то синегирии между вами не было. Если бы мы выбирали, допустим, в фотосессии, самый лучший кадр, это вот в качестве как бы вам бонуса и мотивации, лучший кадр был бы у вас, у вашей команды. Спасибо, хорошо. Ну, я думаю, девочки тоже большие молодцы. Девочки, камон, вы где? Дали в команду девочек, которые не умеют. А теперь давайте проголосуем за ту, которая потеряет один балл. И по результатам голосования один балл теряет Анастасия. Девочки, вы че, блин? Учительница вам говорит, блин. Че за фигня? Анастасия, можно, пожалуйста, соблюдать? Я все понимаю, но у меня сейчас эмоции через... Я понимаю, у нас съемка идет, как бы не надо так себе вести. Хорошо, я объясню свою позицию. Я просто не понимаю. Так модели себя не ведут, Анастасия. Честно ей Богу, уже последняя фотосессия. Просто, девочки, все это будет на вашей совести. Обращаться ко мне с просьбой, с помощью о чем-то там что-то принести. Так это ко мне. А как слить, так до свидания. Короче, я не должна разговаривать с ним. Все, и свободно. Смотрите в следующей серии. Я болею за свою маму. Я хочу, чтобы она выиграла в этом проекте. Мы пришли болеть за нашу подружку. Вроде бы, как ты понимал свои силы, рассчитывал на них, понимал, что где-то ты там должен быть, где-то наверху однозначно. Но потом произносит... Я очень сильно волновалась. И перед тем, как выйти, у меня начали где-то стрыгаться ноги, прыгать. Я не знаю, как это назвать. Все трястись. Сердце билось настолько сильно, что я там думала, я даже не выйду. Я выделила одну девушку, и не зря. Я уже собрала все чемоданы, и все, я уже уезжаю. Но в следующей неделе, лишь бы меня не убили вот эти все девочки. Я почувствовала себя девочкой, поэтому благодарю за эту возможность. Без камеры я же победила, если убрать камеру. Ну, самое лучшее я же была. Нормально, да? Я так и знаю. Это вы специально, чтобы их не обидеть. Я так и думала. Я так все и поняла. Все, ладно. Не будем. Блин, это просто идеальнейший финал. Я хочу миллион долларов стать самым крутым фэшн-фотографом, который ни с кем не разговаривает.